Никол Пашинян был и останется предметом для насмешек. С таким заявлением выступил пресс-секретарь полиции Армении полковник Саяд Ширинян. По его словам, такой верховный главнокомандующий никакой стране не нужен. «На совести Пашиняна осталась не только кровь более 5000 наших жертв, но ещё и раскол общества. Пашинян – политический труп. У него будет очень жестокий конец. И он, его семья и его поколение будут прокляты. У Пашиняна два варианта – или уйти добровольно, или покончить жизнь самоубийством». Между тем, Никол Пашинян заявил, что намерен поменять 80% состава правительства. Свои посты уже покинули несколько глав госструктур. Однако в армянском обществе кадровые изменения считают недостаточными. Протестующие призывают привлечь к ответственности всех чиновников, которые обманывали народ выдуманными историями об успехах на поле боя. Митинги теперь в основном проходят перед зданием Минобороны. Родственники без вести пропавших военнослужащих обвиняют руководство Армении в бездействии. «Когда министром обороны был Давид Танаян, мы дважды с ним встречались, озвучили свои требования. Но он не вызвал ни одного офицера. Ничего он не удосужился сделать. Отставка не освобождает Танаяна от ответственности. Число пропавших без вести армянских военнослужащих достигает 2500. Всё это время руководство нас обманывало. Этим лжецам должно быть предъявлено обвинение. Как можно было в течение полутора месяца обманывать целый народ». Матери погибших и раненых армянских солдат требуют у правительства Армении финансовой помощи. После долгих часов ожидания Пашинян всё-таки выслушал протестующих, однако помогать им отказался. У правительства не хватает денег, заявил премьер-министр. К слову, отставки Пашиняна требуют и его бывшие сторонники. Многие депутаты правящей партии заявили, что готовы сдать мандаты. Росту напряженности, по их словам, способствует отрицание собственных ошибок и ответственности властей Армении за сокрушительное поражение. Шамистан Мамедов, Сибиси.